СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ МАГАЗИН ИНТЕРСВЕТ Инцидент произошел в 4 утра. По информации источника, загорелась бутылочка с питанием, которую родители смогли потушить самостоятельно. Тем не менее, двухмесячный малыш получил легкое отравление угарным газом. Позже появилась версия возникновения пожара. Вероятным виновником происшествия мог стать хозяйский кот. Сообщается, что от воздействия питомца плита с сенсорным управлением могла включиться и расплавить бутылочку. Также поздним вечером 28 марта в Салихарде на улице Деповская загорелась машина. В течение 27 минут пожар был ликвидирован шестью спасателями на трех машинах. Огонь вывел из строя моторный отсек автомобиля. Причины пожара устанавливаются. ГИБДД Нового Уренгоя сообщает подробности аварии с «Волгой» на развязке «Солнечная», которая произошла в воскресенье 27 марта. Напомню, тогда газ врезался в отбойник, после чего машину отбросило в бетонное ограждение. Водителю с 1966 года рождения оказали разовую медпомощь. Позже появилась информация, что мужчина в момент ДТП был пьян. Более того, ранее он был лишен прав за аналогичное нарушение. Теперь водителю грозит уголовная ответственность. 23-летнему нового уренгояцу грозит до трех лет колонии за хранение наркотиков. Парня поймали 17 марта. Во время досмотра у него нашли сверток с прессованным веществом. Позже выяснилось, что это растительный наркотик массой почти 10 граммов. В свое оправдание нового уренгояц сказал, что купил запрещенку для себя. На злоумышленника, который ранее уже имел проблемы с законом, возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. В Красной Селькупе пропал 48-летний местный житель Борис Каглиев. Ушел из дома 4 февраля 2022 года и до сих пор не вернулся. По факту безвестного исчезновения ямальца возбуждено уголовное дело. Приметы на вид 50 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное, нос искривлен, на переносице имеется шрам, глаза карие, на кистях рук имеются татуировки в виде куполов. Если вам что-либо известно об этом человеке, сообщайте по номерам, указанным на экране. 41-летний дебошер из Пуровского района до смерти избил свою сожительницу. Как сообщает пресс-служба следкома, инцидент произошел 24 марта этого года в Таркасале. Перебравшись со спиртным мужчина, приравновал подругу, после чего нанес ей удары по голове и телу. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. От этих травм она скончалась. В настоящий момент дебошеру заключили под стражу. Расследование продолжается. На Ямале раскрыли убийство спустя 9 лет. Так, в 2013 году житель села Самбург убил своего односельчанина в ходе пьяной потасовки. 32-летний мужчина жестоко поколотил 41-летнего земляка, который скончался от полученных травм. Как это было, в наследственном эксперименте показала свидетельница. Желая уйти от наказания, неоднократно судимый убийца спрятал тело земляка на берегу реки, где его обнаружили только через год. Уголовное дело расследовалось медленно, эпизодически приостанавливаясь и возобновляясь, в связи с вновь открывшимися фактами. На преступника удалось выйти в 2020 году. Приговором суда Пуровчанину назначено 18 лет колонии строгого режима. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Не каждый может себе позволить наши обои и фотообои. Интерсвет. В Альянсе. На Звездной 15. В Альянсе. На Звездной 15.